Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Захарии и поговорим сейчас о пятой главе. Здесь мы видим два видения пророка, первый из которых такой символ летящего свитка. Тоже мы образ этот встречали в пророческих апокалиптических текстах той эпохи. Вот летящий свиток, огромный, 10 локтей на 20 локтей, что-то такое, исходящее с неба прямо вот на всю землю. И ангел Господень, показывающий эти видения Захарии, или комментирующий, если так можно сказать, эти видения, говорит, это проклятие, исходящее на лице всей земли. И проклятие, исходящее на лицо всей земли. Огромный, громадный, гигантский свиток с этим проклятием. Что же там написано? За что проклятие? В чем оно заключается? Всякий, кто крадет, будет истреблен, и всякий, клянущийся ложно, будет истреблен. Так написано на одной стороне про того, кто крадет, и на другой стороне про того, кто клянется ложно. И это проклятие навел Господь Саваоф. Оно войдет в дом вора и в дом клянущегося ложно. И пребудет в доме его. То есть проклятие, которое исходит на лицо всей земли, из всех бесчисленных и разнообразных провинностей человечества, выбирает две – воровство и вранье. Воровство и вранье. И это тоже, в общем, очень поучительно, потому что это такие вещи, которые мы часто считаем позволительными, думая, что вот там что-то другое будет причиной проклятия. А это совершенно повседневное явление, которое, тем не менее, вот такое отношение у Бога вызывает. И следующее видение – это видение Ефы, некоторой корзины такой своеобразной формы, в которую помещается там какая-то женщина, все это с куском свинца, чтобы такую корзину можно было в Ефрате утопить. Видимо, еще какие-то появляются две женщины, ветер в крыльях, и куда-то это все уносит в землю Сен-нар, в Шумер. Собственно, речь идет о некотором первом, раннем появлении того образа, который потом будут называть вавилонской блудницей. язычество, которое вовлекает людей в какую-то такую грандиозную свистопляску греха. Вот блудниц в данном случае не случайно, потому что для пророков измена Богу и блуд, и измена в браке. Да, вот эта вещь и язычество, и поклонение твари – это все одно и то же, и символы друг друга. Вот вавилонская блудница, которую мы здесь видим, это само нечестие, само нечестие, которое сбивает, соблазняет, увлекает людей с пути следования за Богом. И это связано с Вавилоном, с его богатствами, с его еще какими-то свойствами. В исторической реальности весьма вероятно, что речь идет о тех людях, которые не захотели возвращаться, не захотели возвращаться на развалины Иерусалима. Потому что в Вавилоне, как ни крути, жизнь более или менее устроена, и там можно жить, можно жить. А что там будет на этих развалинах, и как там выживать, это вообще совершенно непонятно. Вот, вероятно, такая историческая коллизия была в основе этого видения, в котором Бог обрекает погибели эту вавилонскую блудницу, не желающую послужить Дому Божьему. Субтитры создавал DimaTorzok